Ну что, вспомнили то, что я забыл? Нет? А я вспомнил! Сепсис – неизвестная теология. Сепсис должен быть возбудитель. Если нет возбудителя, какой же это сепсис? Ну а теперь мы с вами поговорим о духовных рождениях. Но я хочу все-таки повторить свой классический вариант, о котором я рассказываю все время. Но каждый раз, когда я повторяю эти истории, у меня совершенно, может быть, какие-то, ну не принципиально новые, но какие-то новые ассоциации возникают. Сам важен, не рассказ, может быть, который как повествование люди описывают, а как вот это можно прокомментировать. Я всегда люблю, вот перечитывая истории духовных рождений, всегда люблю каким-то образом, ну не то, что люблю, а всегда мне кажется, что с какой-то другой стороны я это вижу, какую-то другую край вижу, что-то новое открывается. Поэтому вот если я повторяю что-то, повторяю что-то, вот агенда матери, это тоже некое повторение, да, раз повторил, два повторил, три повторил, но по тем же самым пунктам все эти повторы, комментарии совершенно другого качества. Вот я сейчас испытываю очень большие сложности. Я пишу агенду матери, я пытаюсь ее материализовать в слове, ну чтобы в книжках каких-то это вышло. Вот у меня записано, по сути, три моих варианта, которые я проговорил от начала до конца агенду. И у меня возникает такой серьезный вопрос, что я вот работаю над агендой. Пункт у меня есть, я его пишу, пишу следующее, там 5, 10, 20, 50, записал, потом прослушиваю вариант первый. Какие-то новые там оттенки появляются, либо вообще совершенно по-другому, я это не принципиально по-другому, а с какой-то с другой стороны, вот я это видел, комментировал. Приходится добавлять, а потом еще один вариант мне надо будет прослушать. Я думал, что эта работа пойдет быстрее, а мне надо практически три редакции пропустить, а четвертая редакция это уже как бы окончательно, я все должен просто поставить на место. Вот это во времени затянуто будет, но я думаю, что время-то оно уже для нас в вечность спешить некуда, да, что успеем все это сделать. Потому что с агендой, вот я работаю сейчас, это действительно материал, который требует троекратного что ли прочтения, совершенно разных сторон видеть, вот казалось бы одно и то же. Вот в духовных рождениях я тоже все-таки стараюсь в каких-то малейших нюансах, в переживаниях, которые описывают люди, вот раскрыть и увидеть, что в общем-то вам может быть полезно. Бывает так, что вот вы прочитали что-то, да, и вот одна строчка для вас послужила каким-то пусковым моментом, что-то прояснилось, что-то ускорилось, что-то заработало. Потому что ради этого ты пытаешься в разных вариантах представлять одно и то же. Ну, как бы вот вроде бы одно и то же, с разных позиций, разный человек по-разному описывает, бывает одно и то же, да, чтобы дать возможность людям, которые, ну, эти переживания будут испытывать, почувствовать моё, да, вот оно моё, у меня ведь то же самое. Вот предшествующая судьба у меня примерно такая же. Вот какие-то моменты, которые ключевые приводили вас к вот этой точке, когда вы стали на путь сознательно, тоже бывает, вы находите аналоги в других историях. То же самое, разнообразные истории, вот сейчас в последней книге о самом главном, который я как следует перередактировал относительно тех первых изданий, я книгу переработал, существенную переработал, принципиальных изменений нет, но я там кое-что добавил, кое-что убрал, кое-что углубил. Ну, есть кое-какие изменения. Вот мы добавили отдельную совершенно часть, это вот истории духовного становления людей. Те, которые к этому моменту мы получили и которые, ну, по нашему мнению, много у нас этих историй было, ну, вот там я где-то 25 отобрал, или 23, сейчас я не помню, которые, ну, действительно, ну, достаточно яркие, необычные, и самые разные, казалось бы, по фаболе, по фактуре, но результат один и тот же в конечном существе. То есть человек стал другим, стал другим, действительно, в результате вот того самого чуда, удивительного чуда, когда твоя истинная сущность выходит на первый план, когда сознание, твое сознание меняется, и, соответственно, с изменением сознания меняется вся твоя жизнь, вся твоя жизнь, потому что в основе все-таки нашей жизни лежит, ну, отношение с окружающим миром, да, вот как мы с этим миром соотносимся, как мы его видим, как мы с ним взаимодействуем, так и мы себя чувствуем, так мы живем, и поле и круг наших интересов и эмоций таков, как мы взаимодействуем с этим миром. И когда рождаешься в духе, принципиальная, так сказать, картина взаимодействия с этим миром, она меняется, меняется до наоборот, меняется коренным образом, и, соответственно, мы живем совершенно в другой среде, мы живем в этом же окружении, но в совершенно другом мире, в том самом мире, в котором мы не могли помыслить, что он вообще существует. Вот это вот чудо, действительно чудо рождения, когда ты оказываешься в мире совершенно иных ощущений, иных переживаний. Это интересно, интересно. Это ради чего стоит все-таки затеять эту самую работу. Но надо всегда помнить, что само духовное рождение – это промежуточный этап в работе на пути сознательной эволюции. Это то, что Иисус называл обретением Царства Божьего. Но дальше, в продолжении обретения жизни вечной, это уже следующее. Это тот момент, когда надо работать дальше. Потому что сам факт духовного рождения – это огромный аванс, который преподносит тебе Господом. Аванс огромный, но этот аванс надо отработать. Это не просто переживание сиюминутное. Это действительно стойкое переживание, которое меняет всю твою жизнь. Но с этого момента надо ещё более серьёзно отнестись к тому, что тебе преподнесено. Недовольствоваться этим, не купаться в этом, а действительно продолжать последовательную работу по умолению эго. То есть, сама позиция на всю волю твоя Господи с момента духовного рождения как раз и является определяющей во всём твоём дальнейшем существовании. Если ты оставляешь за собой право своевольничать после духовного рождения, то это весьма опасно. Понятно, что такое своевольничать? То есть, использовать духовную наработку уже в каких-то корыстных целях или в целях, ну, как бы, будем говорить, узкоэгоистических. Прикрываясь там какими-то красивыми фразами. Бывает так. Мы это умеем прикрыть, завалировать. Вот. Ясно, да? Но чуть позже мы поговорим, что это такое, где опасность стоит. Сейчас просто поговорим, как вообще это так духовное врождение совершается. Что же происходит вообще? Какие варианты есть, которые действительно в одно мгновение делают нас совершенно другими людьми? И мы будем с вами иметь свидетельства живые людей, которые родились в духе, совершенно нормальных людей, с которыми сегодня можно поговорить, но не стоит этого делать, безусловно, потому что бесполезно говорить с людьми о том, как они состоялись. Пусть они, так сказать, вот рядом с вами, но никогда не говорите с людьми, которые оставили вот свои заметки, там, письменные свидетели. Не говорите с ними на эту тему как бы вот так, куланно. Понимаете, почему? Или нет? Ну, чтоб эго. Да. Не надо. Вот то, что они сошли нужным, они изложили это на бумаге. Пусть это будет вот на тот момент то, что они чувствовали, что они пережили. Потому что сегодня они могут вам сказать совершенно иные вещи. Иные вещи, которые как бы уже идут в развитие того состояния, в котором они тогда оказались. И они могут смазать эту картину первого ощущения, которое у них было, уже сегодняшними какими-то внутренними переживаниями. Поэтому мне не хочется, мы имели такой опыт, не хочется как бы поднимать вот то, что было когда-то. Мы как-то имели опыт на одном из клубов, пригласили женщину рассказать о её дальнейшей судьбе, вот после духовного рождения. И, в общем-то, обстановка создалась, на мой взгляд, не вполне нормальная. Потому что появилась, виднее, возникла некая атмосфера, что ли, зависти, что ли. Она говорила о себе, а вот окружающие, не все, естественно, но какой-то вибрацией зависти, какими-то вот вопросами, которые не хотелось бы поднимать. Поэтому вот то, что человек счёл нужным оставить в своих записях, вот пусть это останется на тот момент единственным, что он мог нам преподнести. Поэтому вот это должно быть сохранено вот в той первозданной частоте. Я сам после духовного рождения, наверное, вот если бы сейчас я как бы попытался что-то оценить вот именно это состояние, я, наверное, несколько по-другому это бы и написал. Но не знаю, в тот момент это было вот так, как я это ощущал. Пронзительно ясно, чётко. Так что давайте вот, соответственно, тому времени, когда это произошло, состояние сознания человека, когда это произошло, вот так в это всё и оставим. Не будем говорить, а как вот там с этим, а как у него там дальше. Хотя один момент очень интересный, правда, это вскоре после духовного рождения произошло там пересмотром некоторых жизненных позиций. Завтра я вам постараюсь изложить, очень интересный, на мой взгляд. Интересный. Но всегда эту беседу о духовных рождении я начинаю с истории человека, которого я вообще никогда не видел, не знал. Он как бы с неба свалился. Я ещё эту главу не писал, и лекции у меня по духовному рождению не было, и вот как раз, так сказать, мне приходит письмо в электронной почте, когда молодой человек рассказывает, что же с ним произошло. Я не знаю его имени, не знаю его фамилии, не знаю, откуда даже он. Но пришло письмо. Уважаемый Александр Васильевич, я вам очень благодарен за вашу книгу «Свобода от смерти». Он только прочитал, увидел мою первую книгу. Ну, это было где-то в 2003, наверное, годов. Во втором году она вышла, в матте месяца где-то. Видимо, она ему попала именно в это время. В связи с тем, что я болен инсулинозависимым сахарным диабетом и страдал от маниакально-депрессивного психоза в течение последних пяти лет, что такое кома и клиническая смерть, мне слишком хорошо знакома. Ну, вот что такое маниакально-депрессивный психоз? Мы с вами говорили, восхождение, нисхождение, поднялся маниакальное возбуждение, потом депрессия. То есть, эта энергия нисходящая его прессовала, проникала в его сознание, поднимала его, опускала его. Ему было хорошо, ему было чудесно, потом плохо, обратился к врачу, ставит диагноз маниакально-депрессивный психоз. На самом деле, это принудительная эволюция. Эволюционный принудительный процесс. Поняли? Так что большинство людей, которые страдают маниакально-депрессивным психозом, это люди, которые имеют духовный дар, но дар этот не реализуют. И вот это беда. Это беда, которая, в общем-то, заканчивает чем? Приемом лекарств, вплоть до инвалидности. Человек, в общем-то, перестает давать отчет тому, что он делает, он считает себя больным. Причем это, если началось, то, в принципе, при отмене таблеток, это будет снова повторяться. Потому что надо что-то делать серьезное, по-настоящему, принципиально меняющее твою жизнь. А если ты не становишься на путь сознательной эволюции, то это все как диагноз, это как приговор. Так что он страдал маниакально-депрессивным психозом. И что еще? Инсулин-зависимый сахарный диабет. Вообще, диабет – это болезнь бездуховности, честно говоря. Бездуховности. Если у пращеров это есть, как некая тенденция к заболеванию, то у детей это может проявляться уже в форме заболевания. То есть, это, опять-таки, свидетельство отсутствия духовного компонента, духовной составляющей. Ну, как бы в этой самой, ну, в предыдущей жизни, даже в предыдущих воплощениях родительских, например. Понятно, да? Вот есть такая особенность. Замечено, замечено. Вот у детей он может проявляться в 14-15. Вот. Вот у него маниакально-депрессивный психоз, инсулин-зависимый диабет. То есть, это некие признаки, некие симптомы того, что духовная дата есть, а реализации духовного удара нет. И посему вот клиника, болезнь, диагноз. В состояние кома он попадал, и клиническая смерть бывала. То есть, сахар падает, всё. Потеря сознания, в реанимации. То есть, на грани жизни и смерти он бывал неоднократно. То есть, это ему состояние знакомо. Попав в очередной раз в нашу районную больницу, в отделение реанимации, в состояние гиппокомы, 26 мая 2009 года, и придя в себя, через несколько дней, я решил прочитать вашу книгу. Книгу «Свобода от смерти». И 31 мая 2004 года я завершил её изучение. А 1 июня проснулся совершенно другим человеком. Очень любопытная вещь, да? Проснулся совершенно другим человеком. Значит, попал в больницу, взял в руки книгу 31 мая. Ну, я не думаю, что он её всю прочитал, но взял в руки-то он точно пишет. А проснулся совершенно другим человеком. То есть, нечто кардинальное произошло в течение ночи. Уснул один человек, проснулся другой человек. Ну, у нас есть примеры духовных рождений, мягкие примеры духовных рождений, когда человек без особых предродовых схваток, без каких-то ужастиков, лёг спать просто и проснулся уже другой. То есть, во сне умер для прошлого и родился совершенно в новом качестве. Вот такой мягкий вариант духовного рождения. Вот у него, у человека, который неоднократно попадал в реанимацию, фактически умирал и физически, и психологически, вот и произошло во сне. То есть, мягкий вариант духовного рождения человека, который уже и страдался на этой почве, ему нужен был некий стимул, некий пусковой момент, вот спусковой крючок. Вот этот выстрел в правильном направлении, то есть, сознание изменилось, он взял в руки от книг, что-то там увидел, и всё. В один момент произошло то, что, в общем-то, изменило его кардинальным образом. За прошедшее с тех пор время, а прошло 8 месяцев после того, как он проснулся совершенно другим человеком, я ни разу не попадал в реанимацию, нашёл близкого мне человека, снизил в три раза дозу употребляемого инсулина, в три раза. Начал собственный бизнес, стал финансово независимым, вернулся к занятиям дзюдо и перестал бояться смерти. Всё это стало возможно благодаря спонтанной медитации в каждое мгновение жизни. Ну, вот о чём он здесь говорит? Он говорит о том, что кардинальным образом в неё изменилась и сама жизнь. То есть, то, что было до того, что он, так сказать, считал, по сути, себя инвалидом, вдруг с открытием истинной сущности и с открытием той самой силы, которую он называет спонтанной медитацией, произошло действительно чудо. И вот эта кармическая судьба его, а ведь в момент духовного рождения ты, по сути, распрощался с предшествующей кармической программой. То есть, как бы начинает совершенно новая жизнь, ну, по новым правилам. Старая кармическая программа, она перестаёт работать. То есть, ты только вышел на правильную эстезю, вот та педагогическая программа, которая должна была тебя подвести к этой реализации, она уже не работает. Ты, как бы, начинаешь жизнь снова. И вот жизнь снова у него действительно началась. Бизнес, снижение инсулина, подругу нашёл, занимается дедой, перестал бояться смерти. Ну, что такое перестал бояться смерти? В момент духовного рождения действительно рождается то к тебе, что всегда было, есть и будет. То есть, психологически ты одерживаешь победу над смертью. Не случайно свою первую книгу я так назвал «Свобода от смерти». То же самое яркое переживание было в момент духовного рождения, когда я понял, что смерти не существует. Она психологически, я подчёркиваю, психологически, перестала для меня существовать. Я понял, что я всегда был, есть и буду. И мне надо было это доказывать, не надо было объяснять бессмертием души, ещё какими-то сказками. Сказки уже были не нужны. Само переживание внутреннее вот этого бессмертного существа, которое ты открыл, оно говорит ярко, ясно. Да, это так. Без вопросов. Вопросы вообще все были сняты. Вот он говорит, перестал бояться смерти. Чего бояться, если истинная сущность? Она действительно бессмертна. Она действительно всегда существовала, она есть и будет. Это вот то самое чудо, которое придумать невозможно. Это не психотерапия, это не утверждение церковника о вере в загробную жизнь, что если будешь себя вести хорошо, на небесах обретёшь счастье. Ты здесь обретаешь не счастье, а состояние бессмертия души. Ты это царство Божие, о котором говорил Иисус, здесь на земле обретаешь. Оно на земле не будет, как царство всеобщего благоденствия, но на земле в теле ты способен открыть это царство в себе. Вот это надо помнить. Не царство Божие на земле, как какая-то политическая или социальная структура, а с царства Божия на земле в этом теле ты обретаешь момент духовного рождения. Понятно? Чтобы не путали вот эти термины, царство Божие, как бы вот всё, вот здесь все мы будем благоденствия жить. Это абсолютно неверное, неправильное понимание вот слов спасителя, которые он в Евангелии в связи с этим произнес. К сожалению, продолжает этот человек, большинство моих друзей, близких людей не верят мне и считают происшедшие изменения простым стечением обстоятельств. Но я-то знаю причину истинную, это свобода от смерти. Ещё раз хочу вам сказать огромное спасибо за те знания, которые не для всех предназначены. Ну, что такое не для всех предназначены? Они предназначены для всех, но не все, так сказать, могут их воспринимать. Это другой вопрос. И никому не надо навязывать эти знания, потому что эти знания принимают только те люди, которые готовы в практическом плане что-то реализовывать, теоретически принимать какие-то знания и наполнять голову этими знаниями. Ну, это пустая работа, да? Пустое занятие это ни к чему не приводит. А вот практическая реализация этих знаний это самое главное, то главное, что и должно быть. Вот он, в общем-то, каким-то чудом, вроде бы ничего не делая, просто взяв книгу, в какой-то момент действительно удостоился этого чуда. Потому что до этого он настрадался вдоволь. Надо понимать, что уже согласился умирать. Коль несколько раз был в коме, то есть на грани жизни и смерти, то, в общем-то, боязнь смерти как таковой, когда раз, другой, третий, ты переживаешь эти состояния, у него ушла. Ему нужен был какой-то вот небольшой моментик, толчок. Вот эта книга, просто он взял эту книгу, может, две строчки прочел, я не знаю, она ему больше не нужна, наверное. Ну, он вот этого чуда удостоился. Кто он такой, где он сейчас, я просто не знаю. Ну, вот как пример, свалившийся буквально с небес, ну, то я его поместил в книге. Вот такое интересное письмо. Придумать такое невозможно. Вот оно состоялось, состоялось вот в таком варианте. Проснулся совершенно другим человеком и перестал бояться смерти. Это как раз яркая симптоматика, когда истинная сущность выходит на первый план, и она знает доподлинно, что смерти как таковой нет. Переворот сознания, причем настолько... Он мгновенный переворот, это доля секунды, это вот то, что переворачивается вот просто в одно мгновение, во сне или не во сне. То есть ты другой человек, просто принципиально другой человек. Вот скажите, большего чуда вы хотели бы? Или чтобы какие-то вот дымы, клубы появлялись, какие-то спасители там с иконами, там Богородицы. Вот это чудо, которое в вас должно произойти, в вас, вот этого чуда надо стремиться, желать идти к нему. А все остальные чудеса, все эти фокусы, оккультные, там витальные, цирковые номера, ну это глупости. Это для незрелых сознаний может быть хорошо, вот эти внешние всякие представления. Наша задача, вот здесь, вот внутри, вот получить то, что действительно позволяет это считать чудом, а потом ты понимаешь, что это в общем-то не чудо, это как раз то, что внутри тебя зрело, 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 и ты просто вот по неведению своему все это отвергал, держал где-то там под спудом, не давал этому проявиться, тормозил процесс эгоистическими своими намерениями, стремясь сохранить себя эгоистически нетленным, свою прошлую жизнь, чтобы она была для тебя святой. Оказывается, святость-то прошлой жизни, она весьма условная, вот наши всякие, так сказать, святые мелочи из прошлого, они может быть и хороши были в свое время, мы страдали там, да, были такие моменты страданий, получали радость, но радость была кратковременна, в основном страдания, все это была подготовка, что это была фундаментальная подготовка к главному событию, потому что жизнь человека, в целом, его прошлая жизнь, но она где-то на процентов на 98, страдальческая жизнь, где-то 2% радости, может быть, было там, ну, относительно общего нашего состояния, потому что все время страдания, все время воспоминания, вспоминают о том, что что-то было, что-то ушло, хочется это повторить, повторить невозможно, вот эти кратковременные минуты радости, или какие-то ситуации, ну, вот вся наша жизнь такая, она вот, болезненная, и тут вдруг, ты открываешь, какой-то горизонт событий, раскрывается далеко-далеко, и в прошлое ты даже его не вспоминаешь, ты можешь его вспомнить, как факт, что это было, но психологически оно никакого давления на тебя не оказывает, психологически ты становишься свободным от этого прошлого, просто свободным, да, в памяти это есть, но оно никак не давлеет над тобой, ты о нем не сожалеешь, ты не хочешь что-то изменить или повторить, это не важно, важно результат, вот тот результат, который в тебе сейчас, в этот момент состоялся. Напомню, что на нисходящей дуге эволюции, когда человечество погружалось в материальность, наша истинная сущность или наше психическое существо, как его называют, Штиоварабинда, будучи незрелым, глубоко было замуровано в коконе физического, ментального, витального эго, вот это наша сущность истинная, она, как под кристаллик, как божественная искра, была замурована нашими эгоистическими структурами, витальное эго, ментальное эго, физическое эго, тело, так сказать, буквально забетонировали нашу истинную сущность, то есть, превалировала эгоистическая жизнь, вот та жизнь, в которой живет большинство человечества, сегодня, да и жила во все времена. Теперь же, на восходящей дуге человечества, на восходящей дуге эволюции человечества, набирая духовную силу, наша истинная сущность должна возродиться и выйти в человеческом существе на первый план, то есть, вот то, что было глубоко угнетено при погружении в материальность, на восходящей дуге эволюции, в процессе просветления должно выйти на первый план, и должно это существо выйти на первый план и руководить всей нашей жизнью, то есть, руководить эволюционным процессом. Хозяин должен появиться в нашем существе. У нас же хозяина нет. У нас витальное по-своему чего-то хочет, ум свои выдвигает, требует, физическое тело стонет, ноет, или наоборот, там, чему-то радуется, чему радоваться не стоит, да, то есть, наша истинная сущность не хозяин, хозяйничают наши эгоистические тела, потому человек совершенно, так сказать, непредсказуем абсолютно в своем поведении, что возьмет вверх, эмоции ли возьмет вверх, ум ли возьмет вверх, либо тело свое продавит, да, посмотрите, ведь человеку вообще нельзя верить, да, помните, Гуржиев как-то сказал, ему, пожалуй, один ученик его говорит, вот мне вот тут этот вот обещал и что-то не выполнил там, он говорит, ну и что-то удивляешься, пообещал тебе Иван, а не выполнил Петр, просто в одном человеке Иван, и Петр, там, и Сергей сидят, вот, сейчас он Иван, завтра он Петр, то есть, вот столько у нас вот этих самых ипостасий, ликов, одно пообещал, а другое не выполнил, пообещал, говорит, Иван, а не выполнил Петр, Виталий пообещал, амельный, да не, не надо, вот все, что у нас сидит, то есть, нет хозяина, и вся жизнь человеческая, вот, вокруг, она вот так, вот, хозяина нет, в одном человеке нет, а мы хотим, чтобы был хозяин, вот, где-то, худо-бедно, вот иногда появляется некий диктатор, и пытается какими-то методами достаточно жесткими, хотя бы на общечеловеческом уровне какой-то, так сказать, ну, хозяйственный принцип установить, потому что человека, вот, как существо, склонное к анархии, а еще это анархия, это, в общем-то, она, если в тебя три существа сидят, то это анархия, втройне анархия, вот попробуй, вот усмири вот это вот стадо человеческое, значит, какие-то жесткие меры должны быть направлены на усмирение, особенно, когда требуется, так сказать, подготовить страну, в том числе, каким-то грандиозным событием, когда есть опасность вторжения врага, когда есть опасность физического уничтожения, вы же понимаете, что мы с вами, в общем-то, действительно анархисты, все в порядке, нам ни власть не нужна никакая, нам так все хорошо, ни на выборы никто никакие не падет, просто ничего не надо, а как только резолюция в 17-м году произошла в России, смотрите, как деревня, интеллигенция в анархический пляс пустилась, каждый плясал по-своему, пел по-своему, попробуй вот это все усмирил, простите, вот эти Иваны, Петры, Сергея разбушевались, это же процесс неуправляемый, так вот, в нас все-таки должен появиться хозяин, в момент духовного рождения появления хозяина, в нас, в нас, для начала это должно появиться в нас, не будем говорить об остальном человечестве, задача сделать себя, и для того, чтобы это состоялось, сердце должно разгореться внутренний огонь, вот тот самый внутренний огонь, о котором говорят все древние источники, наверное, читали вы какие-то древние источники, где говорилось, что пламя божественное есть в человеке, что есть внутренний огонь, который надо открыть, который должен разгореться, И действительно, действительно, с возгоранием этого огня, с возгоранием этого пламени просыпается что? Просыпается стремление к духовной работе. Если у вас пламя, фитилёк этот, не загорелся, то стремления к духовной работе не будет. То есть должно быть какое-то горение. Ясно? Наверное. А если светится холодно, если оно не воспламенилось, если нет этого фитилька, ну человек живёт как живёт. Ему до лампочки всё, что вы ему будете предлагать в духовном плане. У него нет этого возгорания. То есть у него нет духовного таланта. А духовный талант – это то, что непременно должно быть реализовано. Иначе человека ждут по жизни многие неприятности. А людей талантливо в духе сейчас, на мой взгляд, не так уж мало. Не так уж мало. Они появляются, они есть. Если где-то лет 15-20 назад я не то чтобы с отчаянием, но без всякой надежды смотрел на окружающий мир и чувствовал. Ну если я один, так я один. Мне не надо там, чтобы ещё кто-то был, чтобы шли там под руку со мной ещё по этому пути какие-то люди. Ну один так один. То есть у меня было состояние такое, что я, в общем-то, не видел вокруг, кто бы мог как-то сознательно составить некую компанию. Мне компании-то не хотелось, но чтобы были люди, которые тоже это приняли. И вот когда в 93-м году было, помните, был какой-то переворот там. Ильдина, в 91-м. Всё, 91-й год в августе. Вот этот путь был. Я был в это время в деревне. Это как раз год почти моей работы на пути сознательной эволюции. Я, ну в какой-то мере уже окреп утвердился и делал всё, что нужно делать. И вот этот путь. И в этот момент, там где-то по радио, на соседка сообщила, говорит, вот я сейчас слушаю радио, у вас в Москве там переворот, какая-то там власть меняется, Горбачёва арестовали, какой-то ГКЧП. И я подумал с радостью, думаю, боже мой, какая власть? Мне теперь абсолютно всё равно, что будет там у власти, кто будет у власти. Я теперь знаю, что мне делать. Вот для меня это было главным. Уже никакая власть мне не может помешать делать то, что я делаю сейчас. Всё. А когда мы говорим, что надо создать идеальные условия, чтобы власть там о нас заботилась, чтобы там ещё что-то было. Люди, которые не хотят ничего сделать, а хотят вот как-то антураж внешний устроить. Церковь всё время ноет, ой, вот нас там загнали бедных, никто вас не загонял. Вы кармически получили то наказание за своё бесплодие многолетнее. Вот и всё. Какой вопрос. Зачем же плакать на эту тему? Потому что чем суровее и жёстче условия в части гонения на что-то, тем больше эволюционная напряжённость, тем сильнее должен быть ваш эволюционный порыв. Вы должны, в общем-то, понимать, что на этом контрасте как раз нужно сыграть. А когда вам всеобщее благоденствие объявить, вы ещё делать не бойтесь. Вы уснёте литаргическим сном. Успокоитесь. Вот и всё. Поэтому нужен толчок достаточно сильный, мощный, наружный и внутренний. Внутренний по сестам усиления давления этой силы, а наружный – это то, что вот на этом контрасте. Ты видишь всю грязь этого мира, ты видишь несовершенство. Так это и должно служить для тебя стимулом выхода из эволюционного тупика. Ты должен стать другим, ты должен это превзойти, ты должен найти в себе силы это превзойти и стать на путь. Правильно? Это как раз самое благодатное время для того, чтобы начать работать. Но сейчас я вижу, люди появляются. Есть действительно молодёжь, очень радует это. Есть и 80-летние люди, это тоже радует. Значит, возраст души, он определяется степенью её зрелости. Чем более зрелая душа, тем она моложе. Понятно, да? А если она не зрелая, то она такая кислая, когда она зрелая, она всегда молодая. Потому что степень террической зрелости души объясняется силой присутствия божественного. У неё божественное возраста не имеет, наверное, согласны? Это же не материальное образование, это нечто иного свойства и качества. Итак, этот огонь должен быть открыт. И человек, который имеет действительно внутренние предпосылки для духовной работы, он непременно должен реализовать своё истинное предназначение. Так вот, если этот огонь внутренний не будет открыт, то этот огонь, ну, внешний огонь уже, он вас погубит. То есть, внешний и внутренний огонь, вот эти два пламени должны воссоединиться. И не случайно, вот ещё раз я напомню слова Иисуса, которые Он говорит в Евангелии от Фомы. Когда вы рождаете это в себе, имеется в виду огонь, то то, что вы имеете, спасёт вас. Если вы не имеете этого в себе, то то, что не имеете в себе, умертвит вас. Очень простая формула.